Дре-дрё-дрю-дря. Я говорю, ага, понял. Дри-дре-дря. Через день прихожу, говорю, все, Олег Иванович, эр вернулось. Итак, есть технологии, которые помогают нам с дикцией каким-то образом разбираться. Но самое лучшее, что я вам предлагаю и сам использую, одно из самых лучших, это скороговорки. Читайте скороговорки. Но есть со скороговорками один нюанс. Когда вы слышите слово скороговорку, скорее всего вам хочется быстренько её проговорить. Когда человек быстренько проговаривает скороговорку, обычно он глотает часть звуков, запинается и решает, что это дело неинтересное и неполезное. Вот чтобы этого не происходило, скороговорки нужно для начала проговаривать следующим образом. В учебнике вы найдёте список скороговорок, их там порядка 17, я сейчас буду цитировать их. Вот смотрите, берём первую скороговорку. Говорите медленно, отчётливо произнося каждый звук и при этом утрированно артикулируя. В данном случае мы артикуляционную гимнастику делаем и скороговорку говорим. И говорите до тех пор, пока каждый звук не будет звучать чётко. Вашему панамарю, нашего панамаря не перепанамаривать стать. Наш панамарь вашего панамаря перепанамарит, перевыпанамарит. Оттачивайте и оттачивайте. Давайте вместе со мной вот таким образом проговорим снова первую скороговорку. Давайте вместе со мной. Шли сорок мышей. Нашли сорок грошей. Две мыши поплоше. Нашли по два гроша. Замечательно. Итак, работаем с дикцией. Тренируемся, тренируемся, тренируемся. Но просто дикции недостаточно, чтобы эффективно работать голосом. Необходимо говорить выразительно. Разнообразить свой голос. Каким образом мы можем говорить выразительно? Для этого существуют следующие параметры, изменяя которые мы можем добиваться, повторюсь, выразительности. Итак, что же мы можем менять в своём голосе? Во-первых, мы можем менять громкость. Мы можем говорить тихонечко, вкрачиво, ну тихо, главное тихо. Можем говорить тихо, а можем очень громко кричать. Мы можем говорить где-то посередине этого, меняя свою громкость. Давайте снова возьмём скороговорку «жужит-жужелится» и попробуем вместе со мной. Смотрите. Жужит, жужелится, жужжит, да не кружится. Меняем громкость. Или наоборот. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из алжира и жонглируя ножами штуку кушает инжира. Или так. Фараонов – фаворит. На сапфир сменял нефрит. Тренируем вариацию громкости. Дальше. Можно менять скорость. Ферзилова вилла весело ворочал вилами. Усени и сани в сетях сом с усами. Усени и сани в сетях сом с усами. Меняем скорость. Можно менять интонацию. Говорить выше или ниже. Фараонов – фаворит. На сапфир сменял нефрит. Верзилова вилла весело ворочал вилами. Меняем интонацию. И еще что мы можем делать со своей речью – делать паузы. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Карл у Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Хороший оратор паузы говорит больше, чем плохой сотни слов. Кстати говоря о паузе. Паузы делать очень сложно. Потому что когда оратор берет паузу, у него секунда идет за минуту. Вы молчите всего секунду, а вам кажется, что вы уже молчите минуту. И вам пора уже что-то говорить. Не волнуйтесь, это иллюзия. Держите паузы. Не бойтесь создать... Некоторое напряжение в аудитории. Держите паузу. Может быть, посчитайте до трех там про себя. Итак, зачем нам нужно говорить выразительно? А вот зачем. Существует такое понятие, как порог чувствительности в психологии. Ну и вообще оно как бы в мире существует. Что это означает? Если на какой-то орган чувств воздействовать, постоянным воздействием, через какое-то время чувствительность уменьшается. Порог возрастает. Нужно воздействовать сильнее, чтобы уже чувствовалось. Ну вот если вы носите в кармане, в заднем кармане кошелек. Через какое-то время вы перестаете его ощущать. Если его вытаскивают, то вы даже не чувствуете, что его вытаскивают. Потому что порог чувствительности поднялся. То же самое происходит с нашими органами слуха. Если говорить человеку с одной громкостью, скоростью, в одной интонации, без пауз. Это может быть громко или тихо, неважно. Рано или поздно порог чувствительности вырастает. И человек перестает воспринимать то, что вы ему говорите. Это не проходит дальше вот ушной раковины. Поэтому, чтобы преодолеть этот порог, вам нужно разнообразить свой голос. Погромче, погромче, потише. Побыстрее и помедленнее. И так далее. Все, что я говорил. В итоге, если мы осваиваем в комплексе вот все эти вариации голосовые, я могу при помощи голоса передавать все, что угодно. Любое настроение, любую эмоцию. Давайте вместе попробуем. Видите, у вас в материалах под скороговорками написаны некоторые слова. Типа восторженно, депрессивно и так далее. О чем идет речь? Попробуйте прочитать скороговорку вот с этой эмоциональной окраской. Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, две мыши поплоше, нашли по два гроша. Или депрессивно. Жужжит, жужжится, жужжит, да не кружится. Вот вместе со мной почитайте их. Или как военная сводка. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из алжира и жонглируя ножами штуку кушает инжира. И так далее. Там, блин или сплачь. Варамон, поварит. Если вы владеете голосом, вы легко делаете такие вещи. Соответственно, вы можете передать любую эмоцию. Вы можете легко говорить как лидер и легко говорить как несчастная жертва. Пожалуйста, пощадите меня. Или я тебе сказал делать так-то и так-то. Понимаете, это все в рамках ответственности нашего голосового аппарата. Научитесь, все. Будете доминировать. Что еще относится к характеристикам хорошего оратора? Значит, голосовой аппарат раз. И второе. Второе это стиль. Стиль. Это метод передачи информации от говорящего к слушающему. И сюда входит много параметров. И то, как человек выглядит, конечно, то, как он себя ведет, как он двигается. И то, каким образом он организует сам учебный процесс. Это стиль. Какие компоненты входят в понятие стиль, некоторые из них разберем. Что касается не организации учебного процесса, а лично самого говорящего. Итак, первое. Важно, как вы стоите. Сейчас я отвлекаюсь от всяких житейских ситуаций и говорю о том, как выступать публично. Как держаться перед аудиторией. Итак, во-первых, нужно обращать внимание на позу. Как вы стоите. Это бомба. Потому что некоторые, если бы был стол, можно привалиться. Некоторые приваливаются на стол. Если есть стул, садятся на стул. Если есть микрофон, пытаются спрятаться за микрофон. Если у них есть в руках какая-нибудь бумажка или тетрадка, они обнимают тетрадку. Вот если есть в руках ручка, значит ее нужно обязательно теребить. Но поправка. У меня есть в руках пульт. Для меня это очень тяжелое испытание, поскольку мне приходится им пользоваться. Но, пожалуйста, поймите. Не нужно ничего в руках держать, когда вы выступаете, если вот вам не нужно держать пульт. Все. Это единственная допустимая вещь. Это пульт. Итак. Поза. Как правильно стоять? Очень просто. Запомните это и посмотрите на меня. Когда я ничего не говорю, или говорю спокойно, или делаю паузы, или только начинаю говорить, то займите вот такую вот позу. Встаньте ровно, распрямите плечи, руки свесьте, как будто бы по стойке смирно, но только расслабившись. Не как вольно, вот так, а смирно, но не напряженно. Вот поза. Стойте в этой позе, научитесь в ней стоять. Что происходит с людьми? У них сразу начинает как бы подтекать точка опоры. Хочется свалиться на эту ногу, хочется скрестить ноги так, хочется скрестить ноги так. Все что угодно. Это говорит о вашей неуверенности. Найдите место, ну создайте себе место, где вы чувствуете себя уверенно. Вот встаньте и почувствуйте, что вы здесь стоите. Все, это ваше место. И никто вас отсюда не сдвинет. Вы здесь стоите. Все. И отсюда вы будете говорить. Не надо засовывать руки в карманы. Не надо скрещивать их за спиной. Не надо скрещивать их на груди. Не надо ничего хватать. А, еще микрофон можно держать. Просто стойте. Просто стойте. И смотрите на аудиторию. Если вы не так часто выступаете, потренируйте эту позу в житейских ситуациях. Разговаривайте с людьми. Вот встаньте так, пусть другие корчатся, там, руки засовывают в нос, в ухо. А вы стойте. И разговаривайте с ними. Вот так, спокойным, уверенным, деловым тоном. Когда нужно что-то будет выразить, особенное подчеркнуть, тогда включите жесты. Когда нужно будет подчеркнуть больше динамики, начнете двигаться. Но изначально научитесь ровно стоять. Дальше, что относится к стилю. Это взгляд. Контакт глазами с залом. Очень важный момент. Смотрите, что нужно делать. Есть проблема. Иногда выступающий смотрит в пол. Иногда в стену. А некоторые хлопцы смотрят вдаль. И ты сидишь и думаешь, с кем же он разговаривает там, поверх твоей головы. На самом деле нужно смотреть в глаза аудитории. Но если аудитории 50 человек или 500 человек, как всем им смотреть в глаза? Очень просто. Делите зал на 4 части. Условно. Вот. Раз, два, три, четыре. Сейчас на экране вы видите, да, вот перекрестие. Выбираете в одной части зала одного человека. И смотрите ему в глаза несколько секунд. И разговариваете лично с ним. Прямо несколько фраз адресуете этому человеку. Потом смотрите в глаза человеку в другой части, условной части вашего зала. И разговариваете какое-то время с ним. Затем в третий, затем в четвертый. Таким образом вы контролируете весь зал. Что еще? Какого еще эффекта вы добиваетесь? Когда вы смотрите в глаза одному человеку, то вокруг него есть некая группа, которая думает, что вы смотрите в глаза им тоже. Как эффект Мон и Лизы. И посмотрели, пошли дальше на второй круг, на третий. Можете как бы двигаться не только по кругу взглядом, но немножко наискосок. И еще происходит одна великая вещь. Когда я посмотрел в глаза кому-то в зале, а потом пошел в другую часть смотреть в глаза другому человеку. О чем мечтает вот тот первый, кому я смотрел в глаза? Совершенно верно. Чтобы я снова на него посмотрел. А это значит, что все то время, когда я путешествую глазами по залу, внимание этого человека сосредоточено на ком? На мне. А за что я бьюсь все время выступления? За внимание человека. За внимание своей аудитории. Если я хорошо владею взглядом, то я уже на очень большой процент внимания держу. Просто глазами. Точно так же, если я смотрю на аудиторию, то я могу контролировать ситуацию. Я вижу, что кто-то разговаривает. Я могу понизить голос. Или сделать паузу и пристально смотреть на негодяя. Я могу подойти к этому человеку. Или я вижу, что кто-то заскучал и чувствует себя брошенным и оставленным. И я тоже его вижу. Я могу сообщить ему свою любовь, сказать, привет, я смотрю на тебя. Мне не плевать, что ты пришел ко мне на занятия. Я так же это могу не говорить. Просто посмотреть. В общем, смотрите на свой зал. Что еще входит в понятие стиль? Это мимика. Представьте себе такую картину. Я пришел к своим друзьям и говорю, вы знаете, вчера у нас у всех случилось горе. У моих друзей умерла их любимая собака. И, в общем, мы все скорбим. Чувствуйте нарушенную конкурентность. Моя мимика не соответствует моему посланию. Или я веду себя по-другому и говорю, я так рад вас всех видеть. Вы все такие приятные люди. И мне так радостно. Я счастлив быть среди вас. Опять, мимика должна соответствовать вашему посланию. Для некоторых это проблема в принципе, потому что они привыкли смотреть на всех не мигающим взглядом, не меняя мимику вообще никогда. Для таких людей я бросаю вызов. Подойдите к зеркалу и покривляйтесь немножко. И поймите, что лицо может принимать разные виды и формы. Ну, не то, что квадратные, треугольные, но оно может выражать испуг, или радость, или грусть, или восторг. И все это в лице отображено. Если у вас это отражается, то вы намного лучше контактируете с аудиторией, нежели вы просто как манекен. Мимика. Идем дальше. Что еще относится к стилю? Это, ой, мои любимые жесты. Вот за время выступления все, чем я мог пользоваться, это жестами. И я как бы старался ими пользоваться активно. Пару слов о жестах. Во-первых, жесты нужны. Если вы все время стоите вот в такой позе, то рано или поздно вы, так сказать, примелькаетесь, и вас перестанет быть заметно. Но вдруг вы жестикулируете. Вот смотрите. Вот стояли вы, стояли, и вдруг вы делаете вот так. Где внимание? Внимание на руке. Вы просто жестом забираете внимание. Привлекаете его к себе. Еще жесты помогают излагать материал. Когда вы говорите первое, второе, третье, четвертое, они помогают рисовать картину. Вы говорите, вот такущая здоровенная собака вышла мне навстречу. Или вот такущий дом стоял перед нами, или небоскреб. Или мы полетели вверх или вниз. Если вы используете жесты, используйте их полноценно, широко. Не вот так вот весь мир, как Брюс Вилкинсон, я по его кассетам учился 12 лет назад, вот всем этим штучкам. Весь мир. Не, весь мир это когда весь мир. Наверх, вниз. Не, наверх это наверх. Вниз это вниз. Используйте жесты полноценно. Если позволяют условия, в отличие от того, что происходит со мной, используйте еще и движение. Не стойте на одном месте все время. Перемещайтесь в одну, в другую сторону. Постойте с одного края, поговорите. Постойте с другого края, поговорите с людьми. Когда вы двигаетесь, вы снова привлекаете внимание. Представьте себе, я стоял, стоял, говорил, говорил, вроде ко мне все привыкли, вроде бы ничего предусудительного не говорит. И вдруг я пошел. Снова все такие, о, куда пошел, куда пошел. И начинают за мной следить. Есть одна поправочка по поводу движений и жестов. Они должны быть осознанными и адекватными. Если то, что мы называем жестами, это просто вот такое дергание руки, потому что вы нервничаете. Или постоянное поправление несуществующей прически, как у меня, к примеру. Или что-нибудь подергивание уха, или переминание бумажки. Это жест неадекватный. Это нервный жест. От таких нужно избавляться. Я объяснял, как изначально их нужно подавить, вот встать ровно. А когда речь идет о движениях, есть такая проблема. Люди начинают просто хаотично двигаться. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Это тоже проблемная ситуация с движениями. А некоторые еще вот так делают, уже наблюдал однажды. Парни, целый час он выступал, и вот так вот он делал. И это просто гипнотический транс можно впасть от таких движений. Вот представьте, если он перед вами вот так бегает постоянно, или вот так вот колеблется вот так вот. Это же страшное дело. Жесты должны быть и движениями адекватными и осознанными. Если я пошел направо, знаю зачем. Пошел, значит, эта часть зала мне важнее. Значит, теперь я сюда пошел, с ними поговорил. Было недавно, совсем было недавно. Но какое-то время назад я вел занятие по тайм-менеджменту для директоров детских лагерей летних. Лагерей отдыха. Их было 50 человек. Люди сидели, вот как бы буквой П по отношению ко мне, глядя в лица друг к другу двумя рядами. Вот так вот. И передо мной стоят столы. Я начинаю разговаривать с людьми, и вдруг понимаю, что через там 5-10 минут, что по большому счету я общаюсь всего с двумя-тремя людьми, которые идут прямо рядом со мной. А все остальные как-то оказались не у дел. Ну, столы, это очень плохая ситуация для выступления, когда у вас столы, кафедры перед вами стоят. Это все очень тяжело, общаться по-нормальному. Желательно, когда все свободно. Я думаю, что делать? Очень просто. Я покидаю свое место, обхожу всю эту букву П, захожу с другой стороны туда, в эту букву П, и стою, и какое-то время разговариваю с людьми с той позиции. Я с тем поговорил, с этим поговорил, с этого за ухо потрепал, ну, знакомый был. Возвращаюсь обратно, и с того момента я ощущаю, как та часть зала снова вернулась ко мне. Или не снова, а в принципе вернулась ко мне, или я теперь ее завоевал. Я продолжаю с ней адекватное взаимодействие. Движение. Используйте движение. Одежда. Как должен выглядеть выступающий? Я это понял следующим образом. Хотя потом я узнал это уже на теоретическом уровне. Когда-то я тоже в молодости занимался организацией детских лагерей летних. Там собирал команду людей, искал детей, деньги, там какую-то базу снимал. И поехал я договариваться с очередной базой, чтобы арендовать у них помещение. И со мной поехал мой на тот момент помощник. Но так получилось, что я был за рулем. Молод я был еще и неопытен. И был одет я в майку и спортивные штаны. Мой помощник Андрей почему-то оделся в костюм. Причем я достаточно крупный такой товарищ. А он худенький, меньше меня ростом, худой парень. И вот мы ведем переговоры с этим директором. Я пытаюсь что-то вставить, пытаюсь объяснить, что мне нужно. Директор меня игнорирует. Он разговаривает исключительно с Андреем. Я засовываю голову по траектории его взгляд и говорю, вот, мне еще такой вопрос. Он меня игнорирует, он разговаривает с Андреем. Я думаю, в чем дело? И вдруг до меня доходит. Андрей в костюме с галстуком, а я водитель в майке и штанах спортивных. Никакого доверия ко мне нет. Поэтому, когда вы выходите на аудиторию, это закон вообще имиджмейкеров, как я узнал. Закон следующий. Вы должны выглядеть чуть-чуть лучше, чем ваша аудитория. Чуть-чуть лучше. Но обязательно вот что-то типа костюма, если это мужчина, нам это очень легко. И есть специальные женские деловые костюмы, которые, конечно, надо спросить уже у профессионалов, как они должны выглядеть. Но, если вы выходите вот в таком виде, как костюм, правильно подобранный костюм, то вы изначально получаете кредит доверия. Некоторые говорят, ну, это тогда я буду, допустим, аудитория не одета в костюм, иначе у нас будет барьер между мной аудиторией. И ничего подобного. Аудитория всегда ценит хороший стиль. Даже если это детишки в шортиках сидят, и вы их учите, и выглядите при этом солидно. Единственное, что ваш стиль не должен вас стеснять. Стиль одежды не должен подавлять весь остальной стиль, потому что есть такие очень солидные деловые люди, которые не позволяют себе ни улыбнуться, ни рукой повести. Конечно, если вот такая проблема у вас, то работайте над жестами, над движениями, над динамикой и так далее. Ну, одеждой я закончу. Разговор о стиле. Я думал, что я как-то вас заразил этой идеей поразминать свой стиль, порастягивать себя в разные стороны. Но посылка и вообще главная идея про стиль следующая. Мы можем управлять своим стилем. Он не зависит от личности выступающего на самом деле. Я могу быть грустным, я могу быть вялым, я могу быть полудепрессивным товарищем, но если я владею стилем, выйдя на аудиторию, я могу, используя правильные вот эти все компоненты, создать совсем другой образ из себя. Следовательно, достичь больших целей при выступлении. Поэтому не нужно говорить себе, ну вот ты динамичный человек, у тебя получается там руками размахивать, а я не хочу, я такой вялый, это все ерунда. Да, вопрос тренировки. Я учился, лично я учился, лично я подражал, смотрел, перенимал опыт. Какое-то время мне говорили, о, ты похож на этого, на Брюса Вилкинсона, я на него уже ссылался. Я говорю, класс, это же такой великий учитель, если я на него похож, значит я уже чему-то научился. Сейчас я, конечно, лучше преподаю, чем Брюс Вилкинсон, шутка. Но результат обучения, результат тренировки. По поводу голоса я забыл сказать. Вот смотрите, чтобы разработать уверенный, сильный голос, что нужно делать? Вот я, например, уходил в лес и орал там. Стою, ору я в лесу, на берегу пруда. Из леса мужик выходит, посмотрел на меня и обратно в лес ушел. Испугался. Не бойтесь, учитесь, запритесь в офисе, парите там как следует. Развивайте свои голосовые параметры, иначе так и останетесь пикать и стоять вот с полусвязанными руками перед аудиторией. Учиться, учиться, еще раз учиться. Так, а сейчас сделайте следующее. В учебниках есть стихи, два стиха Пушкина. Можете взять любые другие стихи, которые вы знаете. Анчар и мороз и солнце. Возьмите любой из них, подойдите к зеркалу и постарайтесь прочитать это стихотворение с максимальным выражением, Максимально жестикулируя и двигаясь. Примерно так. Мороз и солнце. Посмотри в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на сердце снег лежит. Но если бы еще можно было бегать, то я бы бегал зад-вперед. Потренируйтесь. Короче, вот примерно в таком стиле, максимально создавая динамику, и выходя за рамки своего обычного поведения, почитайте стихи. Вот такая штука. И возвращаясь к самому началу нашего семинара. Попробуйте получить удовольствие в этот момент. Вот если вы поймаете этот момент удовольствия, что вам нравится, все, вы уже оратор. Итак, что еще я не осветил? Еще я не осветил уверенность в себе. Уверенность в себе в момент выступления. И вопрос вот в чем. Почему я это оставил на самый конец? Казалось бы, логично сначала научить человека быть уверенным, а потом уже учить его всяким технологиям. Но практика показывает нечто другое. Хотя логика подсказывает, что нужно так, а практика говорит о другом. Смотрите. Откуда приходит уверенность в себе в момент выступления? И пойдем по списку. Первое. Вы будете чувствовать себя уверенно, если вы хорошо знаете свою цель. Если вы хорошо знаете свою цель, то все внутри меняется. Вы понимаете, куда вы идете. И уверенность на самом деле приходит отчасти уже сама по себе. Знаете, чего хотите от каждого отдельного выступления. И вторая причина уверенности – это хорошая подготовка. Если вы внимательно слушали то, что я говорил выше, и вы теперь знаете, как подготовить основную часть, как подобрать вступление и заключение, если вы поработали и развили свой голос, если вы поработали над своим стилем и уже готовы быть таким активным, динамичным, интересным, то уверенность, опять же, приходит, ну не то чтобы сама собой, но большой процент уверенности у вас уже будет. Если вы хорошо подготовлены, то, может быть, на 80% вы уже свою проблему решили. Поэтому какой смысл говорить об уверенности в самом начале, когда человек не знает ни про цели, ни про подготовку, ни про секреты, ни про нюансы. А теперь пришло время поговорить. Итак, допустим, вы хорошо готовы. Вы знаете цель, вы знаете, как вы к ней пойдете. Речь подготовлена и отрепетирована, кстати говоря, что неплохо. Но остается некоторое беспокойство, остается все-таки волнение. Конечно, тело реагирует как-то и не слушается, в принципе. Что теперь нам нужно делать и какими методами пользоваться, чтобы с этим справляться? Ресурсное состояние. Научитесь погружаться в ресурсное состояние. Что это такое? Есть времена в вашей жизни, когда вы чувствуете себя уверенно или чувствовали. Вот они точно есть. Вспомните их, переживите их снова, ощутите себя, как вот это вам, когда вы находились в той ситуации, вы чувствовали себя уверенно. Вот буквально недавно на тренинге я попросил людей это сделать. Сидят три женщины. И все они сидят вот так, смотрят на меня, сидя вот так. Я говорю, давайте вспомните ресурсное состояние, когда вы были уверены в себе. Все они погружаются в размышления и все почти одновременно садятся вот так, убирают руки с груди, скрещенные руки. Поза закрытости. Я говорю, посмотрите, что с вами произошло. Вы, погрузив себя в ресурсное состояние, сразу же изменили свою позу, потому что внутреннее, в данном случае, ощущение уверенности привело к раскрепощению жестов. Итак, рано или поздно вы чувствовали себя уверенно. Попытайтесь вспомнить, как это было. И когда вы подходите к моменту выступления, потратьте время и снова вспомните, как это было. И сохраняя в себе это ощущение, выходите говорить. Это один из методов. Можно действовать по-другому. Большую часть своей жизни я действовал, и до сих пор она действует вот так. Я нервничаю, меня трясет, я выхожу на аудиторию, начинаю с ней разговаривать. И все. Все. Какое-то время я, может быть, двигаюсь немножко быстрее, чем обычно, но со временем все проходит, и я в норме. Конечно, опыт – это самое главное, что может помочь нам обретать и уверенность, и профессионализм. Но идем дальше. Ресурсное состояние прошли, теперь коснемся интеллектуального компонента уверенности. Необходимо правильно себя воспринимать. О чем я говорю? Время от времени я прошу людей сделать такое упражнение. Написать пять сильных качеств, своих собственных сильных качеств. Люди пишут, и вот они их там написали, три, и задают мне вопрос. Обычно это как вот, а можно о недостатках писать? Я говорю, нет, друзья, пишите о сильных качествах. Ну, о недостатках проще писать. Совершенно верно. Так сложилось, что мы, глядя на себя, вот, популяция людей, видим в себе больше негатива, чем позитива. И ходим вот с этим вот ощущением собственной неполноценности. Хотя в нас наверняка есть что-то такое, чем мы могли бы гордиться, чем мы могли бы себя успокаивать. Я не говорю о том, что такая тотальная успокоенность и отсутствие импульса к самовосовершенствованию. Нет, но самовосприятие должно быть в нашем что-то такое, что помогает мне чувствовать себя уверенно. Каким образом поправить эту ситуацию? Существует журнал, такой метод, что ли, журнал успеха. Возьмите лист бумаги и напишите все ваши сильные качества, как вам кажется, что это сильные качества. Это первое. А второе, напишите все успехи и победы, которые вы переживали в своей жизни до сих пор. Когда вы это сделаете, прочитайте и поймите, что есть ресурсы, есть потенциал, есть то, что вы уже смогли преодолеть. Это значит, вы сможете преодолеть еще что-то, что вас ожидает впереди. Это значит, когда вы выходите перед аудиторией, не надо думать, что вы здесь лишний или случайный. Нет. Ощутите, осознайте, воспримите себя правильно. С хорошей стороны имеется в виду. Идем дальше. Кстати, есть такое даже задание в рабочих тетрадях, вы его обязательно выполните. Напишите как минимум 20 пунктов своих сильных сторон и побед. Когда я учился в университете на психолога, тему диплома я выбрал анализ методов коррекции страха публичных выступлений в структуре занятий по риторике. Изучая страх публичных выступлений с разных сторон, я обнаружил такую вещь. Хотя я много там вещей обнаружил, конечно, и идей, но одна такая вещь. Страх публичных выступлений хоть и является, как говорят, вторым по силе после страха смерти, но он абсолютно иррационален. Понимаете, о чем речь? Когда я выхожу перед аудиторией и мне страшно, то на самом деле это некоторая глупость, поскольку реально мне на самом деле ничего не угрожает. Конечно, есть случаи, если я выступаю перед террористами или перед какими-нибудь гневно настроенными фанатами, может быть, но в норме, когда я выхожу перед аудиторией, ну, навряд ли я пострадаю, навряд ли мне нужно убегать, навряд ли мне нужно бояться за свою жизнь. Максимально, что я, как я могу пострадать, это, так скажем, опозориться или быть отвергнутым. Но тот страх, который человек испытывает, выходя перед публикой, он намного больше, чем просто страх быть отвергнутым или опозоренным. Это иррациональный страх. Так для того, чтобы с ним разобраться, попытайтесь осознать ситуацию в правильном ключе. Вот это иррациональное звено вы ведете на уровень сознания. Вам страшно, но вы поймите, что бояться-то вам нечего. Даже если вы опозоритесь, ничего страшного с вами не произойдет. Ну и что, что вы опозоритесь? Даже если скажут, что вы дурачок. Ну и что, что скажут, что вы дурачок? Вам в реальности ничего не угрожает. Поэтому лишний раз, сначала осознав, кто вы такой, поймите, что ситуация, она вообще-то благоприятная для вас. Ведь когда вы выйдете говорить, вы можете получить удовольствие, как с чего мы начинали. У вас есть шанс самовыражаться, и у вас есть шанс развиваться и учиться. Поэтому поймите, что ситуация публичных выступлений, она не связана с негативом, она связана с позитивом. И чем отчетливее вы это будете понимать, тем проще вам будет преодолевать этот барьер выхода на аудиторию. Есть такая очень интересная формула, как себя настраивать, выходя к людям. Повторяйте три вещи для себя. Мне нравится, что вы здесь. Мне нравится, что я здесь. И я знаю то, что я знаю. Запомните еще раз. Мне нравится, что вы здесь. Мне нравится, что я здесь. И я знаю то, что я знаю. Повторяйте это и повторяйте. И если вы меня понимаете, смысл каждой отдельной этой фразы, то если действительно это понимать всем своим сердцем, то в принципе места беспокойства не остается. Главное быть подготовленным. Всегда моя главная идея – это подготовка. Что еще можно делать с тем состоянием, которое мешает нам выступать? Я называю это статический фактор. Статический фактор. О чем идет речь? Вот у неуверенного поведения есть неуверенные компоненты. Например, неуверенная поза. Если я по жизни не уверен, то я как-то вот так вот и хожу, согнувшись. Я не смотрю в глаза людям. Я вообще тихо разговариваю. Мои жесты, они всегда такие вот неуместные. Я пытаюсь защитные, или я куда-то руки пытаюсь спрятать. Вот некий неуверенный корсет такой, надет на человеке. Чтобы с этим делом справиться, поскольку в нашей психике все взаимосвязано, разум влияет на чувство, чувство на поведение, поведение на разум и на чувство, и чувство на разум и на поведение. Поэтому, если до этого вы пытались подойти со стороны разума, со стороны чувств, то теперь давайте подойдем со стороны поведения. Итак, поменяйте корсет, разорвите корсет. Если вы привыкли ходить как бы вот так, или вы чувствуете, что вам хочется в этой ситуации вот одеть на себя корсет неуверенности, расправьте плечи. Встаньте ровно, поднимите голову, посмотрите в глаза, говорите чуть погромче, а лучше еще громче говорите. Поменяйте позицию, поменяйте позу, сделайте шаг, сделайте жест, и вы увидите, как только ваша внутренность почувствует, что внешность уверена, она и внутри поменяется. Если вам совсем сложно, и вы не представляете себе, как это делать, какое-то время можно подражать. Посмотрите на людей, которые, как вам кажется, ведут себя уверенно, и действуют уверенно. Даже ненадолго отождествите себя с ними, вот как бы повел он, а он бы сделал вот так, и вы сделаете так. Вот посмотрите на человека, который, как кажется, вам уверен во время выступления, и выходя выступать перед людьми вот как-то во внутреннем мире, чуть-чуть, подражайте ему чуть-чуть, чуть-чуть. чтобы почувствовать этот вкус уверенности, и дальше у вас самих все получится. И теперь вот как раз соматический фактор, фактор тела. Дело в том, что когда нас трясет, мы потеем, или у нас краснеет лицо во время вот этого ожидания. В чем причина? Тело вырабатывает адреналин. Разум побаивается, а тело вырабатывает адреналин. И адреналин заставляет тело дрожать. Дрожь, адреналин сжигает. Поэтому сожгите адреналин до того, как вы выйдете выступать. Ну, очень просто. Пока вас аудитория не видит, поделайте энергичные движения, присядьте пару раз, сожгите адреналин, который выработался. А потом, собрав все эти элементы вместе, которые мы перечислили, делайте свой шаг на сцену. И вот еще что. Не пытайтесь понравиться аудитории. Каждый раз, когда мы оказываемся перед людьми, у нас возникает подсознательное желание им понравиться. Это самая деструктивная цель, которую вы можете подставить перед собой. Потому что у этого состояния понравиться нет критериев. Я не знаю, как вам понравиться. Если я об этом думаю, я нахожусь постоянно на территории неуверенности. Ну, как вам понравиться. Кому-то из вас нравятся бубнящие ораторы, кому-то кричащие. Кому-то из вас нравятся люди в пиджаках, а кому-то в трусах. Я не знаю, как вам понравиться. Поэтому я вообще не собираюсь никому понравиться. Я знаю свою цель. Я знаю, чего я хочу от вас. Чего я хочу в результате своего обучения. Я держу эту цель в своей голове, и я к ней иду. Я сам себе нравлюсь, и этого достаточно. Нравьтесь сами себе, оцените себя по достоинству, и не пытайтесь понравиться. В принципе, никому не надо понравиться. Вы и так будете нравиться, если будете излучать уверенность. Недавно я был на празднике в детском саду у своей дочери. Представьте себе ситуацию. 15 детей с одной стороны, 15 с другой, и спереди человек 20 взрослых. Пустой зал. Дети по очереди выходят и рассказывают стихотворение. Там почти растишь. И вот они выходят. Я клубничка красная, или я травка зеленая, или еще что-то. И вот они таким тихим, шепелявым голосом, не проговаривая все буквы, рассказывают стихотворение. Они стоят в одиночку, а вокруг них, в принципе, это алпа народу. И что я обнаружил? Они абсолютно спокойны. Они просто берут и рассказывают стихотворение. Улыбаются. Если они что-то забыли, то они так посмеиваются, вспоминают и продолжают. И вот я представил себе, что в этот центр комнаты поставить любую маму, которая пришла посмотреть на ребенка. Что с ней будет происходить, интересно? Но, видите, дети спокойно переносят ситуацию публичных выступлений. Эта история говорит нам о том, что в каждом из нас от рождения живет хороший оратор и хороший лидер. Просто нужно его в себе раскрыть. И чуть-чуть подучить. Итак, о чем же мы говорили все это время? О том, что важно ставить цели выступления. Мы говорили о том, как воздействовать на свою аудиторию. Мы говорили о том, как начинать и заканчивать. Мы говорили о том, как понимать аудиторию. Мы разговаривали о том, как держать внимание аудитории и подогревать интерес. Как рассказывать истории, как пользоваться крючками. Как быть убедительным. Как аргументировать свои мысли. Как использовать речь в конфликтах и голос. Мы говорили о том, как развивать свой голосовой аппарат. Что такое стиль преподавания и как его совершенствовать. И как выработать уверенность в себе. Вероятно, вам не верится, что мы смогли осветить так много тем. Если это действительно так, то посмотрите фильм еще раз. Не сдерживайте себя, не сдерживайте свой интерес. В добавлении я предлагаю вам посмотреть, найти и посмотреть семинары Брюса Викенсена «Семь законов учащегося и стиль преподавания». 12 лет назад они заложили основу моему преподаванию. Также почитайте книжку Дейла Карнеги про публичное выступление. Поля Сопера. Владимира Шахиджаняна. Радислава Гондопаса. И мою книгу, которая рано или поздно увидит свет. Но, к счастью или к сожалению, хочу сказать, что сколько бы книг вы не прочитали, говорить лучше вы не станете. Потому что единственный инструмент, который позволит вам говорить лучше, это практика, 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 еще раз практика.